Добро пожаловать в ночной тест-драйв Сегодня мы знакомимся с этим даже не знаю, с каким шоколадным красавцем, это Toyota Land Cruiser 200 в исполнении Executive самая крутая Toyota которую можно купить на нашем рынке это по сути уже Lexus, но с шильдиком Toyota здесь гидропневмоподвеска фирменная и все остальное, конечно как в обычном LK правда в топовой версии заводимся оживают экраны большущий экран на центральной консоли принимаем все условия безопасной езды и кто хочет, смотрите ночной тест-драйв, в целом все красиво подсвечивается все как нужно и как полагается, если что, некоторые клавиши как мы видим, перекрываются спицами руля и указателями честно говоря, не знаю, зачем надо было удобную кнопку функционала камер вот сюда вот размещать не совсем понятно почему не где-то здесь такой вот небольшой момент который я могу и должен вам рассказать потому что машина дорога а значит должна быть идеальна ну, некоторые шероховатости как видим присутствуют в основном все здорово полностью автоматический свет живущий своей жизнью и дальний, и какой боковой какой хочешь светодиодный и даже притурноманки и те со светодиодными возможностями великолепно огромные зеркала ну, здесь не буду долго рассказывать сразу поедем потому что все остальное вы можете увидеть в обычном тест-драйве помчали у нас тест-драйв ночной посмотрим, как работает свет и скажу вам, что он великолепен ездил я уже по ночной трассе здорово работает освещает все, что необходимо я доволен на самом деле этим автомобилем потому что по ходовым характеристикам он превосходен большущая Toyota но настолько комфортная настолько вот мягкая здесь подвес которая сразу же говорит о том что это действительно по сути дорожный лимузин потому что, честно говоря не знаю, что еще обладает такой мягкостью при этом 20-дюймовые катки 50-й профиль и при этом стелет настолько мягко реально такой дорожный круизер супер комфортный супер приятный в управлении при этом никакой валкости никаких каких-то моментов болтания, раскачки которые, например, мы знаем по Кадиллакам например, у меня эскалейт был он, конечно, весь был относительно мягок но раскачивался болтало его как шхуну а здесь у нас каравелла настоящая каравелла которая рассекает вот этот вот мерзкий дорожный наш я хотел сказать режим но это не режим это мерзкие дороги московские все в заплатках в люках еще в чем-то и едва лишь покачивается я не верю, что на 20-дюймовых колесах можно обеспечить столь высокую плавность хода и ведь это еще не все это нормальный режим работы можно сделать комфорт автомобиль еще прибавит мягкости конечно, вот здесь уже в комфорте прибавляется раскачка к свойственной какой-то такой перине безусловно великолепное это ощущение и не просто вот на малом ходу когда вот небольшое срабатывание подвески и качается во всех режимах то есть неважно высокая неровность низкая, глубокая какая угодно всегда отработает на все 100 подвеска и я бы вот эту подвеску переставлял везде если честно вот настолько она мне понравилась настолько она великолепна здорово адаптируется дорожным условиям что действительно было бы здорово если бы эта опция была не только в экзактиве а на любой 200-ю Toyota можно было ее поставить и наслаждаться что называется моментом потому как очень здорово очень здорово можно сделать спорт давайте сделаем спорт спорт режим вот смотрите включаем суперспорт даже можно сделать все у нас активируется и поедем в суперспорт и можно подняться заодно ну лучше опуститься наверное чтобы у нас было веселее давайте опустимся вот так вот опускаемся поехали сейчас мы присядем и погоним сразу активируется не только спорт режим самой подвески но и спорт режим оттыка на акселератор на все вот это вот дело поехали разгон до сотни у меня получился 10,4 секунды попробую я еще раз его перезамерить но попыток 10 я сделал не едет у меня машина быстрее кстати вот я не спорт плюс его делал вот это видимо ошибка сейчас попробую еще раз замерить разгон очень мне интересно потому что здесь машина быстрее реагирует активно сразу начинает ускоряться но тем не менее все таки предельные возможности я думаю все равно ограничены 249 сил специально двигатель дефорсирован дизельный но при этом он сможет легко развивать должную экономичность то есть прекрасный выбор прагматика желающего предельно комфортного высокого и удобного автомобиля чтобы все от него в потоке шарахались расступались и безусловно уважая действительно к сожалению в нашей стране автомобиль имеет именно значение то что называется показатель статусности да мускулиности чем больше ты автомобиль тем больше ты мужчина наверное вот так вот и в данном случае конечно двухсотка полностью раскрывает себя потому что все соседи поводоку расступаются а ты вспарываешь можешь даже поворотники не включать зачем все тебе сразу же организуют место что в пробке что еще где единственное что когда машина конечно не в динамике а в статике то безусловно начинаются некоторые проблемы их ты не растолкаешь уже и бомбера жалко и все такое вот вы видите как на огромной машине я легко буквально ввинчиваюсь в поворот если честно от огромного вот этого внедорожника я не ждал такой прекрасной управляемости вот что делает эта подвеска великолепно отрабатывает и действительно в этом режиме можно носиться и быть машиной сопровождения например вот что не ожидал того не ожидал вот со стороны поворотник показывает грузовик видимо он не местный великолепно причем сзади у нас мост мост не разрезной да то есть балка по сути и вот здесь вот автомобиль демонстрирует великолепно управляемость неожиданно внятное усилие на руле понимая что где как зачем ну безупречно безупречное поведение этого внедорожника который мало того что можно с асфальта съехать конечно главный проходимец у тойоты так предполагаю что все таки правда там и блокировочка есть в заднем мосту что позволит эффективнее работать на бездорожье а это автомобиль больше статусный больше дорожный крейсер действительно великолепен для дальних вояжей ну а в Москве он великолепен только по той простой причине что все от него бегут бегут и дают дорогу конечно парковаться хотя есть этот экран позволяющий четко знать что спереди что сбоку что сзади там виртуальный капот но все таки не хватает простора простора машина крупновата и естественно из-за этого некоторые ограничения в остальном безупречно дизель позволяет даже вот мы вваливали сейчас считайте 14,8 литра расход что это же хороший показатель 14,6 даже упал то есть если не очень интенсивно давить на педаль аккуратно то расход от восьмерки вполне внятный у Prada даже было больше когда я топтал тапку а здесь ну я могу сказать что великолепно когда вот тот случай когда большой объем дизеля и мощность позволяют делать то что называется ну оптимальную работу выполнять то есть когда двигатель маленький и казалось бы должен меньше расходов ты все время тапчешь по тапку в пол он работает на неоптимальных оборотах а здесь едва-едва шуршит своими цилиндрами и тянет большую ношу этого дорожного круизера давайте выключим спорт плюс поедем в нормале сразу же поле оборота напряг так скинулся и вот самое самое классное все едешь на любой скорости ты можешь ехать будет комфортно мягко удобно и при этом совершенно четко слушаться руля машины это удивительно когда мы говорим комфорт мы воспринимаем то что отклики замедленные крены еще там какие-то негативные моменты потаскивания и шарахания в колее здесь же абсолютно дифферентность спокойно машина отрабатывает все неровности и сохраняет движение вот давайте вваливаемся в поворот я восхищен этим автомобилем сзади у нас там набор автомобилиста гуляет и посмотрите как он держит дорогу этот огромный автомобиль как он прекрасно идет в повороте ну я восхищен действительно браво 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 отработали великолепно с этой подвеской тойотовцы молодцы здорово да еще кто-нибудь поставит катки например 18 дюймовый и получит еще больше комфорта при этом подвеска сделает все чтобы автомобиль по прежнему четко исполнял команды вот так вот вот такая вот машина прежде всего ощущения именно от подвески они изумительны в остальном это типичный 200 крузер который естественно крупный комфортный удобный и все мы про него все знаем и хотим купить недаром это лидер продаж легко входим смотри на оборот хопа вошли сейчас нас остановят конечно да я даже знаю здравствуйте 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 сейчас предоставим что такое мы видим первый раз да тут у меня так вот снимаю я кого я езжу как вы меня останавливаете да да туда туда знаете чтобы сзади она стояла и смотрела тогда да и сзади тоже хотите ну вот чтобы ходить чтобы видно было как хожу тут можно записать всю свою жизнь да да только жесткого диска только не хватит не представляете сколько объем информации огромный так а здесь что это документ а ну давайте свет вообще на вьё так овес но это что около это самое топовое она 5 с лишним стоит дорогущая машина но они взяли от лексуса подвеску поставили пневматическую то есть раньше эти двухсотки они шли без этого а теперь они поставили подкатили и у них получилось прям смесь лексуса и тойота достойно достойно а что самое главное это очень дорогу вот я ожидал думал что будет раскачиваться еще что-то она прям дорогу я вообще в шоке если честно у меня эскалейт был вот вообще как американец плывет он там что-то дурду а это прям думаешь как так вообще такие вот дела ну думаю что самое страшное что ты выходишь с утра к машине и думаешь стоит она или нет или может уже ноги приделали и поехали ну как да сейчас я сложусь и уеду вот так вот доблестные товарищи милиционеры устанавливают для проверки ну ничего удивительного на самом деле потому что машина такая что как я говорил ноги могут легко приделать и естественно такую машину хочется всем даже угонщикам так что смотрите на хит листы угонов сразу поймете какую машину надо покупать в данном случае Toyota что называется оправдывает все эти вот моменты связанные с желанием незаконно обладать ну а у меня конечно желание только законно обладать потому что машина прекрасная прекрасный автомобиль которым действительно здорово управлять я бы с удовольствием автомобиль приобрел бы и ездил и ездил и балдел и балдел главное что экономично реально экономично сейчас опять же расход возрос потому что придавливаю активно а так можно спокойно показывать расход 13 литров 13 литров V8 это действительно вот так вот так что хвалебные песни мелоча как видим некоторые моменты кстати есть да в этом тоже обязательно скажу в остальном же машина великолепно великолепно и действительно позволяет рассекать по нашим мерзким дорогам и не чувствовать того что они столь плохи абсолютно вот так вот ну и немножко я помолчу насладитесь дорогой шумоизоляцией возможностями автомобиля смотрите ночной тест драйв до новых встреч не знаю зачем здесь знаки 40 висят если честно я даже на этой машине большой высокой легко нарушаю и могу еще быстрее на ней идти здесь вот так вот у нас вешают знаки а потом говорят почему правоводник гризма у водителя а все потому что неправильно вешают знаки дезинформируют говорят 40 да какой тут 140 надо вешать 140 реально ребят не знаю вот такие вот дела вот так вот вот так вот вот так вот Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok